Я Ватюкова Наталья, член кооператива «Зеленая дорога». Моя история такова. Я сама из Сибири, из города Кузнецка. Жила там всю жизнь, 30 лет. И вот однажды я получила информацию о том, что в городе Москве есть такой необыкновенный кооператив «Зеленая дорога», который помогает в получении жилья. Естественно, я не поверила в это однозначно. Ну и как бы пропустила это мимо ушей. Потом второй человек мне дает такую же информацию. И опять. И таким образом я получила 4 информации от разных совершенно людей. Потом я подумала, что да, наверное, все это не случайно. Потому что в жизни случайностей не бывает. И однажды пришел из города Междуреченска человек, который говорит, вступай, я буду за тебя платить, ходить в банк, деньги. Я говорю, Володя, хорошо, ты меня как бы убеди в этом, я вступаю. Таким образом, в 2009 году я вступаю, и он регулярно за меня платит «Зеленую дорогу». Что вы думаете? Проходит 2 года. Когда у меня сменились обстоятельства в Новокузнецке, я не вышла из оператива. То есть, ну, наверное, не поверила. Все-таки в душе, наверное, не было такого оптимизма и такой веры сильно большой, что я что-либо получила. И вот когда мои дети переехали жить в Москву, и я вслед за ними приехала сюда же, мы стали жить на съемной квартире, и вот только тогда я поняла, что без «Зеленой дороги» нам просто двигаться дальше нет смысла. В 2011 году я приезжаю в Москву, год я еще не иду в кооператив, и в 2012 году, в феврале месяце, я решила пойти восстановиться. Шла к Олегу Анатольевичу, говорю, Олегу Анатольевичу, так и так, я приехала. Он говорит, ну что, восстанавливайся, потому что я говорю, конечно, да. Ну что, давай, я рад, что так твоя точка зрения уже поменялась, поэтому давай будем дальше работать. И вот с этого времени я в кооперативе, но придя домой после разговора с Олегом Анатольевичем, значит, я сказала своим детям, что я восстановилась в «Зеленой дороге», и нам нужно будет энную сумму, 3600, просить ежемесячно, для того, чтобы каким-то образом нам там держать очередь, вот до момента получения, то есть накапливать свой пайл и получение квартиры. Ну, вы сами знаете, как обычно, наши родственники и дети в это не верят, и моя старшая дочь сразу сказала, мама, ты опять куда-то, значит, я в это не верю, и давай оставим эту идею. На что я ответила, говорю, а ты знаешь, я когда у Олега с Олегом Анатольевичем поговорила, и поняла, что там не только одну очередь нужно взять, а нужны именно две очереди. Это минимальное количество, потому что это очень выгодно. Она говорит, давай, хотя бы одну уж, если ты решила так, начнем платить. И вот, вы знаете, был промежуток, наверное, дистанция такова, это было из комнаты до кухни, дошла она, она у меня экономиста, она дошла до кухни и сказала, мама, я в голове это все прокрутилась, и решила, что давай все-таки возьмем две, это очень выгодно. Вот с этого времени мы здесь, у нас две очереди, вот одна у нас мечта сбылась, мы уже сейчас получили квартиру, получили ссуду, мы получили ее в тарифе перспективной, квартира в городе Дедовске, поэтому мы счастливы, рады. Мы здесь, Дедовск, это Истринский район, Московская область, 18 километров от метро Тушино, экологически чистый район, недалеко от нас, элитная рублевка, поэтому Истринский район, Истринское водохранилище, где живет Пугачева с Галкиным, поэтому присоединяйтесь, мы будем очень рады, чтобы наши ряды росли, и мы будем быстрее получать квартиры, и будем жить счастливо. Желаем удачи, все хорошо.